Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. В последнее время чувствую, что муж отдаляется, а сама тоже я изменилась, его никогда не любила, были причины, которые заставляли с ним жить. Правда, я сама тоже в последнее время научилась быть собой, перестала краситься, прямо говорю, что нравится, что нет, как раньше, не стараюсь поддерживать его любовь. Одним словом, хочу быть собой, не играть во что-либо, чтобы он постоянно любил, наверное. И чем больше я становлюсь собой, тем больше он отдаляется от меня, развода, наверное, не хочу, как-то привыкл к нему, есть двое детей, один в следующем месте. Как быть? С собой или из души вон лезть, чтобы поддерживать его любовь? Странный вопрос, если из души вон, чтобы поддерживать его любовь, то какая у тебя будет цена? Хорошо вам будет в этом, я имею ввиду, в этом состоянии, в этом положении, как вам будет вообще. Вот. И еще один важный момент, на мой взгляд, это то, что вы, получается, если я правильно вас понял, то вы, получается, готовы просто последовать нашему совету или как, как это должно работать. Вот. То есть, ну, если вы готовы последовать нашему совету, как им бы он ни был, то это неуверенность в себе и недоверие в себе. Итак, в последнее время чувствую, что мы сейчас отдаляемся. Как это проявляется? Сама я тоже изменилась, его никогда не любили, не любила. Что вас, что вас мотивировало на то, чтобы измениться? Что произошло? Что вы начали менять? Вы поняли, что дальше жить так не можете, как жили? Или что-то еще, что произошло? Дальше, были причины, которые заставляли меня с ним жить. Пишите вы. Что это за причины? И что с ними, с этими причинами, я имею ввиду, случилось сейчас? То есть, вот они, эти причины у вас были, а теперь их не стало? Так это получается или как? Вот. Ну и то, что вы говорите о причинах, которые заставляли вас жить с мужем, это очень сильно походит на то, что вы снимаете с себя ответственность. То есть, так это, по крайней мере, выглядит, что у меня были причины, по которым я жила с нелюбимым мужчиной, и у меня были причины, которые заставляли меня не милить. То есть, если вы позволяете чему-то вас заставлять, вот, то это вопрос, ну, наверное, касающийся все-таки вашей личной ответственности, а точнее ее отсутствию, вот. Поэтому здесь нужно, конечно, разобраться более подробно. Дальше. Я сама научилась быть собой, опять же, что произошло, перестала играться, говорю прямо, что нравится, что нет, как раньше не стараюсь поддерживать его любовь. А что произошло, что вы вот перестали поддерживать любовь человека? Что было раньше, что вы делали что-то для того, чтобы его любовь поддерживала? Вот. То есть, как-то вот здесь ситуация выглядит несколько неясно, что ли, для нас, в первую очередь. Дальше. Одним словом, хочу быть собой, не играть во что-либо, чтобы он постоянно любил, и чем больше я становлюсь собой, чем больше он отдаляется с меня. Это правильно, потому что... Женился-то он на вас, скажем так, другой. То есть, он женился на вас, когда вы вели себя по-другому, и... В целом, когда вы действовали, и были другой. Сейчас, очевидно, вы... Изменились, и мужу эти изменения, ну, не нравятся. Так что, здесь, на мой взгляд, всё более, чем адекват. Вот. То есть, это нормальное явление, нормальная реакция его. Так, развода, наверное, не хочу, а чего хотите, как-то привыкло к нему, есть двое детей, 11 лет живёт в жём месте, как быть? Можно гармонизировать отношения. Вот. С вашей стороны. Можно гармонизировать отношения, именно гармонизировать их. Вот. Это, мне кажется, ну, вполне возможно сделать, если у вас есть желание. Если у вас есть желание этим заниматься. Вот. Но это никак не история про то, что вы описываете. То есть, это никак не история про или-или. То есть, на мой взгляд, здорово, что вы научились быть собой. Но, на мой взгляд, нужно и понимать, что у этого есть своя цена. Что мужу нужно время, во-первых, чтобы адаптироваться. А во-вторых, нужно доносить то, что с вами происходит. И, наверное, всё-таки самой для себя решить, хочу ли я жить с нелюбимым мужчиной или не хочу. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулей Продолжение следует...